Нет ничего страшнее, чем война. Особенно если на этой войне люди, которые жили в мире на одной земле, убивают друг друга. Реконструкция событий первого Кубанского похода прошла в окрестностях Станицыно-Водмитриевской. Кубанский, или как его еще называют Ледяной поход, это первый поход добровольческой армии под командованием генерала Лавра Корнилова в 1918 году. Ее движение с боями проходило от Ростова-на-Дону к Екатеринодару и обратно. На территории Северского района добровольческая армия столкнулась с серьезным сопротивлением и участвовала во многих боях. А Ледяным поход был назван из-за тяжелейших погодных условий, в которые попали бойцы. В этот раз погода оказалась не такой суровой, да и пули со снарядами холостыми. Однако массовость происходящего, слаженная работа пиротехников и внимание к мелочам помогли создать невероятно точную и красочную картину происходящего. Принять участие в реконструкции приехали представители военно-исторических клубов со всей страны. Армавир, Таганрог, Москва, Санкт-Петербург. И это далеко не весь список городов. Воспроизведение событий гражданской войны – это, безусловно, необычное и захватывающее зрелище. Но главная цель всего действия – не развлечение. К большому сожалению, в последнее время мы стали забывать, что такое гражданская война. Как это страшно, когда идет брат на брата. Когда отцы убивали детей, дети нападали на отцов. Вот мы сейчас показали тот момент, когда русские воевали против русских. Когда славяне на своей же земле резали друг друга. Зерифические на тот период времени идеи. Мы хотим напомнить о том, что сейчас рядом с нами у братского народа такая же проблема, где сейчас идет гражданская война. И показывая реконструкцию гражданской войны, мы хотим напомнить о том, как это было страшно. Участники реконструкции использовали реквизит – специально подобранную форму, опознавательные знаки образца тех лет, а также вооружение – винтовки Мосина и пулемет «Максим». Отыгрывая свои роли, участники получили уникальную возможность представить, что чувствовали люди по обе стороны баррикад. А зрители могли буквально прикоснуться к истории. Мы здесь для того, чтобы больше не было войны, междоусобной. Когда мы помним историю, вот тогда мы не получаем ее горькие уроки. Рабочее совещание администрации муниципального образования «Северский район» прошло в станице Северской. На встрече присутствовали руководители управления ведомств, главы поселения, а также глава района Адам Джарим и первый заместитель главы Марина Наумейко. Перед тем, как перейти к обсуждению вопросов совещания, Адам Шахметович наградил руководителей творческих коллективов района за выдающиеся достижения и особый вклад в развитие культуры. Вопросы, которые обсуждались на встрече, касались благоустройства территории и санитарного порядка в поселениях. Я планирую вплоть до 30 апреля побывать в каждом населенном пункте, не только в больших, но и в малых хуторах, селах. По контролям поручений пройдемся, что уже выполнено, что на стадии, что делается. То есть как-то оживить ситуацию нужно, коллеги. Помимо всего этого мы решаем те проблемные моменты, которые в ежедневном режиме должны быть решаться. Главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Анаников отчитался о результатах профилактических осмотров населения за 2017 год. Большое внимание глава уделил подготовке палаточного лагеря «Мирный» к летней оздоровительной кампании 2018 года. Оздоровление детей – одно из приоритетных направлений работы управления по молодежной политике, так что подготовка лагеря к проведению смен идет полным ходом. Помимо обсуждения текущих вопросов, Адам Шахметович напомнил всем собравшимся, что мониторинг проблем на местах и оперативность – главные принципы работы местных властей. Подростковый суицид – одна из серьезнейших проблем современного общества. С каждым годом число самоубийств среди несовершеннолетних неуклонно растет. Причины этих страшных поступков разные – проблемы в семье, в школе, непонимание среди сверстников. Но в последнее время участились случаи, когда к самостоятельному уходу из жизни подростков толкает сообщество в социальных сетях. Как отмечают многие эксперты, для профилактики так называемого суицидального поведения необходима постоянная системная работа с молодежью. В образовательных учреждениях Северского района совместно с педагогическим составом проходит негласный мониторинг обстановки среди учащихся на предмет выявления несовершеннолетних, которые своим видом показывают на наличие душевных либо иных переживаний. На постоянной основе организован мониторинг, складывающийся на территории Северского района и ситуации, связанные с суицидальным проведением несовершеннолетних. На проведенных совещаниях с представителями прокуратуры Северского района, следственного отдела по Северскому району, разработан комплекс мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. Ежедневно проводится мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления интернет-сайтов, направленных на пропаганду суицидов, смерти и другой информации, наносящей вред здоровью психическому и физическому развитию подростков. При выявлении указанных сайтов незамедлительно информируется Роскомнадзор в Краснодарском крае. Для оказания своевременной помощи во всех школах района установлены стенды с указанием единого общероссийского телефона доверия. Также в период с 29 марта по 5 апреля на территории Северского района проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых особое внимание уделяется предупреждению правонарушений среди детей и подростков и в отношении их. Продолжение следует... Продолжение следует...